Когда генеральный директор нашей больницы показывал нам запасы кислорода для больных ковидом, а их катастрофически не хватает по всей Украине, мы неожиданно встретились с выходящим из ковидного отделения Виктором Одиницей и записали ему налог человека, переболевшего ковидом и впервые после 20-дневного лечения, вышедшего на улицу. Послушайте, это важно для каждого, особенно для тех, кто сомневается в существовании ковида. Как мы не понимаем хлопцев, участников АТО, которые возвращаются, как у них изменится святогляд и жизненные ценности, так человек, который не болит ковиде, никогда не понимает ту человеку, которая перенесла среднюю или тяжкую форму. Ковиде мы на разных полюсах. И когда я вижу, когда точатся в социальных мережах до этого времени, то есть разные сварки, от одного, что я хочу жить, до другого, что ничего страшного, мы раньше хворели, и ничего в этом страшного нет. И когда ты чувствуешь такую беспомощность, и когда в твоей голове в первой голове, в моих 54-летворении появляется думка, что я сделал, и что я еще могу сделать, это очень важный момент. Поэтому я написал небольшую статью, я ее публикую в социальных мережах для всех, кто пока не хворяет или будет хворить. И шесть, из моего точки, главных факторов, которые могут помочь. Это первое, это вера в себя. Это самое первое. Как только вы загубили, ковид насколько подступен, что здесь все хорошо, ты видишь, что все хорошо, а потом через несколько дней ты видишь температуру 39, есть беспомощность, беспорадность, есть панічные атаки, и тревоги, которые я вижу у коллега тут. И это может все. И он только выявляет, что у вас есть страх, и вы в его обоймах. Вы его, и он будет с вами делать, что хочет. Николи не губить веру в ПГМУ. Ваш организм – это только ваш организм. Ваша хвороба – это только ваша хвороба. Она исключительно индивидуальна. И знаете, что вы ее победите, если будете верить. Другой фактор – профессионализм лекарской команды. Скажу сразу всем, всем славутичам. Вы можете что хочешь говорить, но я дякую Богу, что я сегодня лековался у славутицькой лекарки европейского уровня, где я имел доступ к кисню, где я имел постоянную увагу лекарей, медицинского персонала, жарти, поддержка, необходимые лекарства, бесплатное лечение. Низкий уклін – 7. Кто сегодня был с мной, кто был почти 20 дней. Третя вещь важная. Я еще буду 10 дней на лекарняном, потому что ковид залишил згадку про меня, я думаю, 3-4 рубцы, так вышло, которые не смогли сегодня. На сегодняшний день пока не могу их прибрать, но я надеюсь, что дома это сделаю. Поэтому дихальна гимнастика, гимнастика, руховая гимнастика. Рухатися, дихать, и лекарь вам подскажет. Сегодня в интернете очень много, я скажу, и сомнительных, и несумнительных, но с помощью лекаря обязательно дихальна гимнастика, и руховая гимнастика. Четвертая речь, поддержка близких, поддержка близких, родных, друзей. У каждого, как сказать, каждый пост, что я писал, или каждое поведомление, что вы мне писали, это такая одна бруківочка в ту дорогу до здоровья. Дзвинки, 63 дзвинка нараховав в один день, это много, но ты чувствуешь, что ты живый. И вот тут вам, когда есть друзья, ваши родные, знайомые, знайдите, что вы в середине какие-то ресурсы, что у каждого из нас есть ресурсы, который нам помогает жить. Он может быть, кто-то в творчестве, кто-то в другом. Знайдите этот ресурс и знайдите эту людину, близко, с которой вы готовы жить. Мне тут, мне телефоновали очень много людей, когда я написал первую статью в социальных мережах, радились со мной как с психологом, когда девчонка каже, что у меня понятия я плачу щодня, я не знаю, что делать. А потом говорю, что я с вами, я должен жить для детей, для маленьких двоих детей, и я начинаю жить. Это очень важно найти, молиться, молиться, и все будет хорошо. Я желаю всем здоровья, бережите себя, пожалуйста, не попадайте сюда. А Виктору мы желаем успешно пройти реабилитацию и вакцинироваться.